Всем привет дорогие друзья! С вами снова Александр из Алим. Здравствуйте! Не так давно я делал обзоры на две колясочки Espiro Bueno и Espiro Husky. И тогда, когда я делал обзоры, я вам сразу сказал, что у нас с Алимом будут два обзора, где мы будем их сравнивать, потому что они очень похожи, но отличия все-таки достаточно значительные. И сегодня мы об этом с вами и поговорим. Смотрите, обзор, сравнение будет достаточно долгий, потому что мы по всему функционалу пробежимся. Так что садитесь поудобнее и давайте смотреть. Так, смотрите, я напомню единственное, у меня с моей стороны вот Espiro Bueno, а у Zalima Espiro Husky. И я быстренько технические характеристики назову, потом Zalima. Соответственно, Bueno, если кто не помнит, Espiro это польская компания. Производитель дает гарантию год. Вот, вес с люлькой у Bueno 13,8 кг, вес с сиденьем 14,5 кг, спинка прогулочного блока регулируется 115-170 кг. Это мы быстренько вам тоже покажем. Вот, ширина колесной базы у Bueno 58 см, люлька размером 72 на 32 кг. И максимальный вес ребенка выдерживает колясочка 22 кг. А что с Husky? Espiro Husky, ну, также, естественно, так как это один и тот же производитель, гарантия дается один год от производителя. Вес с люлькой немножечко меньше, как и с прогулкой. 13 кг с люлькой, 14,4 кг с прогулочным блоком. Спинка прогулочного блока абсолютно также будет регулироваться от 95 до 170 градусов. Коляска немножко больше по ширине колесной базы. Ширина максимальная здесь 60 см. Ну, и размер самой люльки тоже будет побольше. Здесь 33 на 75 см. Это вот такие краткие технические характеристики. И теперь мы пойдем сверху вниз, сравним люльку одну, люльку другую, потом прогулку, раму, ну и, в принципе, заключение. Что касается люльок, вообще по тканям сразу скажу, ткани у обоих брендов, я считаю, очень классные, приятные. Я даже не знаю, они отличаются друг от друга, по-моему. Практически одинаковые, да. Да, единственное, у Буэна, мне кажется, чуть-чуть она более плотнее, что ли. Но это все может мне казаться, они очень сильно похожи, но ткани, считаю, классными. Вот, по тканям вопрос, как бы, чтобы мы больше не поднимали. Что касается козырьков. У козырьков, лично вот у Буэна, давайте по ней, есть вот такая вот транспортировочная ручка, за которой мы берем. И снизу ручки нету отверстия. И там, по-моему... У Эспира тоже, да. Абсолютно идеально. Такая же снила. Да. А также у нас здесь есть окошечко, чтобы мы могли проветривать. У Эспира Хаски окошечко тоже имеется, но это окошечко закрыто на молнии. И, соответственно, открывается по всему периметру, соответственно, нижней секции. Хаски все-таки, она более зимняя, что ли, получается. У нее даже на замочке вот эта часть закрыта. А здесь она просто прилегает плотно с помощью магнита. Хотя этого тоже достаточно. Но вот Хаски пошли еще дальше, закрыли замочком. Дальше у нас есть секция, которую можно открыть. И, соответственно, мы увеличим ее еще на одну... Здесь же у нас, по-моему, без кнопочек, да? Нет, с кнопочкой. Вот так. На одну секцию можно сделать ее глубже. У Эспира Хаски похожая схема увеличения козырька. Раскрываем секцию дополнительную. И нажимая на кнопочки, мы очень глубоко закрываем ребенка от непогоды. Да, и у одной, и у другой, насколько я помню, там есть вот этот дополнительный козырек, который можно завернуть внутрь. Да, дополнительные средства. Причем на молнии можно стегнуть и там, и тут. Эту секцию, если не нужна. Ага. Так, дальше идем по поводу накидки на люльку. На ножки, которая, она пристегивается здесь с помощью замочков. Если мы с двух сторон откроем, получается у нас вот такой удобный доступ в люльку получается. И вот этот бортик, который нам дает возможность сильнее защитить ребенка зимой, он у нас двойной поднимается вверх достаточно высоко и крепится магнитиками изнутри. Также здесь есть небольшой такой кармашек, в котором, ну, какую-нибудь мелочевку можно убрать. А что в Хаске? В Испиро Хаске бортик очень схож по конструкции, то есть также на магнитиках держится, соответственно, вот до среднего положения, так скажем, можно поднять. И выше можно поднять за счет магнитиков, также будет высоко фиксироваться. Борт, а, накидку можно снять идентичным образом, то есть на молнии с двух сторон удобно с ним отстегивается и, соответственно, доступ у нас очень большой к ребенку образуется. Да, и насколько я знаю, там тоже, как и в Боину, можно посадить ребеночка с помощью механизма, что вот здесь вот натягиваем. Угол наклона, да, внутри люльки можно регулировать за счет вот этого ремешочка. Вытягиваем, тем самым поднимается угол, нажимая снизу кнопочку и под весом ребенка обычно опускается, соответственно, угол. Удобный механизм из-за того, что не надо в саму люльку нам пробираться и, соответственно, под ребенком искать вот эту перекладину. Чаще обычно так и бывает, что нужно самому залезть, перекладину подпереть, чтобы она работала. А здесь мы просто вот тянем и, соответственно, механизм поднимается. Так, что касается отличий еще Буэн от Хаски в люльках, у Буэна есть вот такая возможность. Если вдруг вы в теплое время будете эксплуатировать, есть вот такой прикольный момент. Открываем и у нас открывается доступ. Если ребеночек лежит на животе, то можно прекрасно ему там лежать и наблюдать. Вот. Но чтобы родители не переживали, что от этой секции как-то ребенку можно там поддувать, хотя если закрыть, там реально все герметично, дополнительно на замочке, внутри люльки, в обычном обзоре я вам это показывал, вставляется еще вот такой дополнительный матрасик. Он на замочке снизу пристегивается и очень плотно прилегает. И, соответственно, в люльку вообще никаким образом не поддувает. Так, что касается люлик, по-моему, мне добавить нечего уже. Ну, отметил бы, что в Испиро Буэна, что в Хаске имеется дополнительное крепление самой люльки на раму, чтобы, соответственно, исключить вероятность каких-то сильных люфтов. Поэтому довольно-таки надежно фиксируется. И чтобы снять саму люльку, нам приходится, соответственно, вот это дополнительное крепление сначала убрать, а потом удобным движением зажимаем рычажочек и поднимаем люльку. Да, просто много есть категории родителей, которые приходят, начинают вот так вот делать и говорят, что она болтается. Ну, все коляски так болтаются. Это ни на что не влияет, но вот для таких вот родителей есть вот этот упор. Да, дополнительно фиксируем, и все, и блок довольно-таки жестко фиксируется на раме. Да, механизм одинаковый и там, и там. Так, давай тогда убираем, поставим прогулочные блоки. У Буэна есть ножки снизу, у Хаски есть, по-моему, тоже. У Хаски тоже имеется. Да, еще вот у Хаски, видите, кармашки здесь сбоку есть. Кармашки, да, спереди. У Буэна сверху, у Хаски, соответственно, спереди. Так, прогулочные блоки давай поставим. Так, Буэна. Естественно, прогулочные блоки у них реверсивные, что в Хаске, что в Буэна. Можно и по ходу, и против хода ставить, поэтому здесь нет никаких отличий. Так, давай сравним с тобой козырьки. Я сейчас с помощью дополнительной секции открою его на максимум. Есть также здесь такое вот отверстие, крышечка, которую мы убираем, снизу москитка. И что у нас в Хаске? У Хаски также имеется дополнительная секция для увеличения длины козырька. И имеется смотровое окошечко, закрытая сеточкой. Да, по козырькам, что в лоб, что в полбу, как говорится, они одинаковые, как по мне. Так, теперь посмотрим на спинке, что у нас с задней частью. Опускаем и полежать. Кстати, вот я говорил, что мы в прогулках покажем градусы 115-170. Вот 170, это вот сейчас они, собственно, в 170 градусах. А вот у нас 115 градусов. Это вполне себе такая хорошая капитанская посадка. Сильно ребенок не завален. Вот здесь, по-моему, идентичная ситуация, да. Здесь угол, на самом деле, визуально схожий, но заявлено, что 95 градусов сидячее положение. Наверное, все-таки в Хаске более правильная информация, потому что, действительно, завал практически отсутствует. 95 сантиметров, это, наверное, 95 градусов, да. Это, наверное, более истинные данные. Наверное, да, это где-то, может быть, опечатка. Они вот просто, как по мне, вообще... Прогулочные блоки у них максимально схожи, да. Да, 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 и матрасики, и все, все. Вот на 170 градусов, и вот, соответственно, сидячее. Мы уже с вами посмотрели. Давай сравним заднюю стеночку, что у нас тут, по кармашкам, еще что. Здесь есть у нас такой вот большой достаточно кармашек. Еще одна секция, чтобы можно было проветрить ребеночку. В общем, друзья, по прогулочным блокам абсолютно идентично. И, насколько я помню, еще накидки на ножки должны быть. Да, да, вот с ними. И у одной, и у другой модели. А, совсем забыл, да. Накидки на ножки, конечно же, в комплекте, но, помимо этого, еще очень интересное решение, это то, что антимоскитная сетка встроена в козырек как в прогулочном блоке, так и в люльке. В люльке мы не упомянули, но, соответственно, и в люльке тоже антимоскитная сетка встроена и можно достать удобно, закрывая очень хорошо ребенка. Это и в Буэно. И в Буэно, и в Хаске, да. Да, это идентичный момент. Так, собственно, накидки на ножки, ну, Залима час оденет, вот абсолютно такая же идентичная система и у Буэно. Хорошо, высоко закрывает. Если опускаем, вот такой зазорчик у ребенка, вообще красота. Так, смотрите, друзья, прежде чем мы перейдем к раме, давайте мы посмотрим комплектацию, потому что здесь комплектации действительно очень-очень жирные. в них вы получите, ну, москитки встроенные, это мы уже видели. Будет в комплекте, вот здесь открытый он. Да. Конверт. Да. Напомню, одинаковая комплектация пока идет, то есть и у Хаски, и у Буэно. Вот такой очень классный конверт, который рассчитан до минус 20 градусов, соответственно, будет в комплекте. Муфта, она цельная. Собственно, в обзорах отдельных, я ссылки внизу прикреплю, можете отдельно посмотреть, вот такие вот муфты, есть и конверты и у одной, и у другой модели. Вот. Ключевое отличие у них это в том, что Хаски, так как она еще более зимняя колясочка, у нее в комплекте идет термоотсек, по-моему, да? Да, термоотсек для бутылочки. Помимо основного подстаканника, который идет в комплекте и у Буэно и у Хаски, есть еще термоотсек для бутылочки, который можно также подвесить на раму. Также в комплекте у Хаски теплый плед, чего нет у Буэно. Это пока мы перечисляем, чего нет у Буэно. Очень хороший пледик в комплекте. И так как у Хаски надувные колеса, а Буэно гелевые, в комплекте у Хаски идет насос. Вот. А так комплектация очень богатая. Напоминаю, ссылки внизу в описании. Можете там все детально посмотреть. Или посмотрите обзоры, я уже там это говорил. Так, у них еще есть небольшое отличие. Это в сумочках. У Буэно это рюкзак. Самый настоящий, чисто на плечи. А у Хаски? У Хаски это стандартная сумочка, которая на плечо подвесилась. Да. Здесь обычно производитель кладет дождевики. Да. Пеленальник еще будет у Буэно. Так что, по-моему, здесь уже все еще очень... Дождевики, пеленальник, это все и здесь тоже будет. Да, да, да. Так, что еще? В общем, здесь различия понятны. Теперь можно перейти к рамам. Здесь они, в принципе, тоже, я считаю, идентичные. По-моему, отличие никаких не знаю, да? Кроме колес. Да. Колеса, да. Вот Залим уже это озвучивал. В Хаске колеса надувные, с камерой. Поэтому там и насос. И надувные колеса нам дают чуть-чуть большую плавность хода. Когда зима, налить, все-таки колеса с резиной, с надувными колесами, они мягче, потише. Поприятнее едут, чем гелевые. Ну, и Буэно едет хорошо. Просто Хаске чуть-чуть поприятнее едет в этом отношении. Вот, собственно, отличие все, что есть. Я думаю, что складывать... Есть смысл показывать? Да. Они схожи складываются, но давайте покажем. Давайте на примере одной. Ну, давай в две сложим, да. Да, складывать можно вместе с прогулочным блоком по ходу движения, насколько я знаю. Более по-другому никак. Да, вот, соответственно, я опустил. Вот так вот мы это делаем. Из такого момента подстаканник, он из-за того, что близко к колесу пристегнут с наружной стороны. И когда мы складываем, он выскакивает. Да, если на него выскакивает, можно выскочить. Да, его лучше снимать, прежде чем складывать. Можно это, подножку опустить было или нельзя? Нет, наверх поднять. А, наверх точно. Вот, собственно, как это выглядит. Вот, друзья, нам вот, в принципе, больше добавить нечего. Все отличия, которые здесь есть, я считаю, мы показали, по-моему, обо всем рассказали. Это реально очень популярные колясочки. Касочки в преддверии зимы. Ян с Залимом вот точно на рынке. Мы не знаем ничего более заряженного под зиму. Потому что здесь все, что вам понадобится, здесь будет. Плюс еще в Хаске даже термоотсек с горячей едой, там, водичкой. Ну, бутылочкой. Бутылочкой, да. Сможете пойти, не надо будет ее там греть что-то. У вас уже все будет капитальным. Поэтому выбор, естественно, друзья, как всегда за вами. Если наше сравнение с Залимом вам понравилось, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, не стесняйтесь, ставьте свой царский лайк. Ну, я лично с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. Всех благ.